теперь нормальный разговор извините за эти полчаса соседа шмели обжили просил помочь снять с ростова приехал все посадки заглублены жалуются что через они вызревают осыпается ну пообщались составил культурном шоке наш человек объяснил что если ты за посадку заглубил то как охрен ты ждешь твои деревья гниют правильно вот это вот мы немножко сейчас поговорим про шелковицу три фильма снято еще два увидите и в одном фильме я привел вот эту фотографию очень важно дело в том что очень легко разоблачать таких супер специалистов сейчас объясню почему у них нет свои шелковицы почему они никогда я не выращивали смотрите фотография они ее украсили своим этим целом это фотография наша а вот она раз а здесь написано сад и огород а здесь написано сад и огород значит если эта фотография украдена присвоена с моего сайта значит эта фотография тоже и человек решил используя самые такие вот три ведра перегноя опасных это на грани гибели потому что не дай боже внести а это не значит что как я говорю рассыпьте отступили полтора два метра и рассыпайте нет значит там если он посоветовал человек три ведра перегноя даст корни обожгет насчет гнить что такое перегнуть до кого-то перегноя за трехлетний а до кого-то 30 лет до каждого доведет что такое три года что такое 30 лет нет это он уже ладно посадил на холм и спасибо метровые штабы то что же это такое вероятно фотография просто в южной зоне сделано да совершенно верно тем более найдите мне шелковицу среди вот я там не выдержал продают саженцы в шелковиц именно вот таких сформированных в плакучей форме с высоким штамбом и мы насколько можем боремся с ними с людьми которые привозят такие саженцы с юга ну и наконец нету этого нету дерна вот теперь получается что их долго они же не однолетие могут отреть вот его три года держат под черным паром где будут жить муравьи где будут жить гусеницы ну гусеницы ладно я уже о них даже беспокоюсь вот где будут жить черви все уничтожено все подземное царство уничтожено они не понимают разницу между вот такой когда под землей ничего нет все уничтожено и верите поле пытается вырасти ладно это мы посмотрели а дальше я вынужден буду обратить внимание на следующее поигрыш так делится на счет моем саду появилась дуралью челябинске и сенков присланных зимой сибири саду концу но до опытикова скобка шелковица железа я прошу на нее обратить внимание еще раз хотя в фильме в один объяснял то что я считаю очень очень важно и так шелковица чуть и не самый редкий у нас хрукт причем получилось так смотрите это алексей алексей да тот самый за аномально мороза не цвели абрикосы вымерзли плодовой почки а в шелковице хоть быкны сейчас вы а шелковица фильм сегодня снят вся покрыта плодами можно считать а кстати у них все не всегда на неделю на две у него у этого самого у сергеева николай георгиевича у них знание можно сравнивать на неделю на две все запитать раньше то есть у меня холоднее так всегда холоднее если схемы есть эти самые таблицы холоднее если у меня шелковица не замерзает сведет плодносит она годится до 90 процентов территории россии дачной россии я не знаю занимаются ли ученые чем него все занимаются ведь это ягода долголетели как все называют подарок от бога и вот тут вдруг выясняется от него сейчас увидите фраза волшебная ночи нужно не только мне а всем и так хорошо кольца нужно я занимаюсь рассылка человек 6 у меня попросила все вот пока все это за когда фильм увидели и именно сажен сами укорененными занимается алексей иванович и теперь вот такая цепочка протянулась перейдя читаю сейчас я и галина латинкова занимаемся и укоренением я укореняют лодками прогибая к земле это учеба ребята галюши питомники укореняют способом зеленого укоренения вот это вот пожалуйста потом включите фильм отдельно подробненько наберете умеете вот найдете все данные галина латинкова можете попасть вот сюда и пожалуйста опять же саженцы от галины латинкова это не шутки и вспомним юрия алексеевича латинкова получается что дело юрия алексеевича в надежных трудах и любимых галина руках галина это его жена вдова царство небесное юрия алексеевича вот а сейчас я вас познакомлю ближе с укоренением вот чем хорош что он не стал на себя дело перетягивать везде пишет шелковица отдельно я целый фильм снял увидите еще его середине 2 история появления шелковица у меня действительно это таким способом раздобыл столько как бы даже сказать нелегко это было не буду сейчас хвастаться и так снова вот сайт латинкова и обратитесь туда сейчас что я сделаю тут у меня был приготовлен вроде бы хотелось за минутку заглянуть туда заглянуть заглянуть у меня и память давайте тогда давайте туда на секунду заглянем куда нам спешите юрия алексеевич того света пусть порадуйся что его дело не умерло вот он сайт вот наши друзья видите вот эта сладкая парочка и я показываю часть это маленькая часть уникальный на планете уникальнейший на планете вы же с ним два сапога у нас агротехника одинаково у нас одинаково никто ни у кого ничего не покупал а результаты оказались не то слово и менялись ни одним сортом потом уже последние годы уже начали обмен уже до этого когда увидел его сайт познакомились челябинске я схватился за голову наука у него вон а у друг его ну порядочком то ну зайдите ну поклонитесь человек так вот так как его уже нет а я сколько придел спасти его коллекцию как можно спасти вот да занимается селекция даже галю утюг но скажу мое мнение высочайшие я считаю когда-то вот и ансана когда власти вдруг окажется молодежи вроде вас значит команда спецназ целый взвод вот все арестовывается латинковой дается на руки 120 и там 10 20 30 миллионов и сказать все это уезжает ученые сады помогайте все черенки срезать помогайте все плоды собрать и наконец разрешите воспользоваться вот этим агротехника абрикоса агротехника груш я бы не слева марина вот разрешите что нам это одно берем вас сообщники вас галю за что юра нет берем вас сообщники берем вас авторы и вот здесь вот так как вы имеете прямой к этому отношения на лучших сортах будет уже не просто допустим какой-то сорт абрикоса пусть будет абрикоса латинковой или абрикос юрия латинкова клон галю нитью как угодно но надо все это передать науке путем учились искала в сон борьба спецназ я сказал остальное все таки надо и про 10 20 30 миллионов рублей тоже надо вот это я хотел сказать лишний раз а теперь внимание 500 штук укоренение вот это способ латинковский даже вот так способ латинковский вот это видите вот это это шелковица железа видите как мы дрожи живем вот от меня алексейка алексейка научился зимой проращивать я не смог а он смог две публикации в этих журнале так какого наукой жизнь до умница молодец и все это вырастил и передал латинковой вот это я понимаю вот это за один корский способ это еще не все еще раз письмо алексейка ваша неблагодаренную вкуснейшую полезную шелковицу за вашу спасибо за то что вы смогли найти сохранить целый фильм как я нашел сохранил это целый дефектив листья и вот ради вот этого вы поверите нет несколько лет назад он взял в руки черенок а теперь внимание листья действительно подержать сахар крови проверено на ближайших рассыпках а я не знал и только поделиться только сегодня я нарезал еще этим самым нескольким которые прислали деньги на черенки так и от нижней части отрезал по длине без этого без тех черенков которые укоряются пониже это множество листьев как бы отходы-неотходы но у меня отдельно а теперь мы листья срежем сушить будем и параллельно еще зеленые будем я не знаю но это мне надо вот сколько у меня этих лекарств видел на кухне и метформирин и этот савой а ну вот она спасибо алексей иванович за вот это вот он все успел у меня настолько талантливые ученики и я поражаюсь даже разговор вольняешь пусть алексейка командует временами еще несколько человек вот это уже алексейка видеть просто однажды просто вначале надо вывесить кустовидной форме а потом уже пригибать вот она вот это есть то самое чудо такой тарелочки двумя сад это несколько лет всего вот это вот он начинает сыпаться видите на белую простыню сыпется это еще только начало и не замерзло абрикоса у них нет вот такой а она вот она вот еще один укоренение он еще и вы умеете укоренять как все в этих парамирках как угодно но самый простой способ а дальше я пропускаю это фильме если ты сто раз как я начинал сухольца вот современные фотографии на этих фотографиях как можно угоренить главные бутылки помогают укоренение намного эффективно потому что там листья не высыхают пока корней нет но солнце сжигает их месяц полтора потом убираются и при тенении и убираются бутылки все посмотри через один смесу не плохо но видите мульчирование плохо видно вот оно мульчирование видите но только вокруг вот так вот вхожу вот так знаете как вот так буквально посыпал ну мы говорили пришел коричу а это у меня порой значит я укоренял не все что только то что мне надо было когда опубликовал вот это вот как статью ну думаю а у соседа есть что-то такое всегда все таки знают людей ну приди ты веточку беру выброси ну купи в конце концов ну посади ну все сейчас благодаря мне я такой умный взял получилось 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 в ходу вся страна покроется шелковицами с морозинами с сладкой живого все это же редкость вот а на рынке все то же самое возьмут все посеют вот а потом на рынок и человек вырастает вот это вот или 5-6 лет ждать и семечко а здесь на второй год то есть какой второй год и от июля до июля ровно вот календарь и вы считали ну это как вариант я в прессе это фильме это почему черные бутылки мне лень была делать это я думаю поспевируйте жаркое лето и сгорят но мне не сгорели а